Девушки отдыхают Он умер 25 августа 1900 года, то есть прожил всего 7 месяцев в том веке, в котором он будет законодателем мод, правда не столько философских мод, сколько общекультурной такой моды, мода на Ницше. Почему так получилось? Как так? Ницше почти не применит философской корпорации 20 века, так как он писал в таком литературном афористическом стиле. Ну не только поэтому, но в частности за это он не создал системы философской, принципиально собственно ее не создавал, не создал антологии, гносиологии. Он оставил такой как бы ряд высказываний, которые почему-то стали такими пророчествами о культурной, социальной и политической ситуации 20, а теперь уже и 21 века. Ницше оказал колоссальное влияние на европейскую мысль 20 века. И я вот вспоминаю эпизод из любимого романа своего «Сто лет одиночества». Кто читал, помните, там город Маконда поразила странная болезнь. Люди начали забывать. Забывать значение слов, забывать значение отдельных вещей. То есть они помнили слова, но они не могли уже соотнести эти слова с конкретными вещами. И поэтому они писали, пока еще помнили, что это корова, что ее по утрам нужно доить, что она дает молоко, а молоко нужно смешивать с кофе. То есть город Маконда, а это у Маркеса, писателя, который написал этот роман, город Маконда – это современный мир. И он впадает в какое-то заболевание. И вот слова расходятся с вещами. В конце концов, опасаясь, что они утратят смысл своего бытия, жители Маконда пишут плакат и вешают его на центральной площади Маконда. «Бог есть», пишут жители Маконда. Это, конечно, такая горькая ирония Маркеса. Представьте себе, что люди забыли, что такое Бог, зачем он нужен. Или что они когда-то ходили в церковь, верили в идеалы. Но вот они забыли. И только плакат висит «Бог есть». И они ходят и повторяют, что Бог есть. Но Бога в их памяти больше нет. Бог умер. Вот эта фраза «Бог умер», которую приписывают Ницше, конечно, она есть и до Ницше. Эта идея уже есть у Паскаля. Генрих Гейне пишет задолго до Ницше о том, что «Слышите, звонят колокольчики». «Внимание», пишет Ницше, «это хоронят старого Егова». То есть наступает какое-то время, когда будет забыто очень много. В каком смысле забыто? Разве не зафиксировано все в книгах? Разве не человечество не создало архивы, музеи, художественные галереи, университеты, где бесконечно наращивается и вращается знание? Все это есть. Но это не значит, что нельзя впасть в беспамятство по отношению к смыслам. То есть к неким руководящим принципам той информации, которая хранится. Здесь я уже неоднократно разводил понятие информационных потоков и понятие смысловых потоков. Информационные потоки не равны смысловым потокам. Смысл — это некие триггеры, которые запускают наши действия. И вот Ницше — это тот, кто не только предупредил о том, что слова разойдутся с вещами, о том, что те смыслы, которые запускают действия, будут забыты. А он, собственно, продемонстрировал это, как это делается. Вот почему интересна особо философия Ницше, или, вернее, тексты Ницше. Он продемонстрировал, как можно переворачивать ценности, менять их. При этом, будучи перевернутыми ценности, ценности, подвергшиеся инверсии, создают тоже мир, в котором можно существовать. То есть Ницше поставил эксперимент, такой литературный эксперимент. Он с помощью своего дара, риторического дара, дара литературного, создал миры, в которых есть осмысленное существование, но они прямо противоположны тем мирам, в которых живут его современники. И он это умело делал. Поэтому давайте сегодня почитаем текст Ницше, который написан, конечно, крайне темно, написан метафорами. Я говорю о его знаменитой книге «Так говорил Заратустра». Вот я в одном из первых переводов на русский язык буду ее читать. И вот необходимо извлечь оттуда смыслы, которые бы пояснили. Пояснили концепты, которые вводит Ницше в европейскую культуру, ну и, соответственно, в европейскую философию. Не столько идеи даже, сколько концепты. А из концептов уже развернутся идеи. Вот, собственно, вся философия XX века – это осмысление некоторых концептов, которые создала немецкая классическая философия. И в изобилии создала немецкая неклассическая философия в лице Ницше. Поэтому я и назвал свою лекцию «Так говорил Фридрих Ницше». Парафраз с названием его книги «Так говорил Заратустра». Вот даже уже в этом названии, посмотрите, «Так, не так сказал Заратустра, а так говорил Заратустра». То есть употреблен глагол, который указывает на незаконченность действия. И вот один из ключей, на мой взгляд, к текстам Ницше – это вот этот концепт «Незаконченность действия». Ценность продолжения. Ценность открытости. Открытости какого-либо проекта или какого-либо действия. Собственно говоря, это ценность свободы. Ницше – певец свободы. Свободы. Причем свободы в ее таких крайних выражениях – это свобода от, так называемая. Вот есть два типа свободы. Свобода от и свобода для чего-то. Вот Ницше в этой книге, во всяком случае, он певец свободы от. Хотя он говорит о том, что Заратустра учит о сверхчеловеке. То есть вроде бы о какой-то позитивной программе или о каком-то идеале, к которому следует стремиться. Давайте посмотрим, как Заратустра учит о сверхчеловеке, расшифровывая эти смыслы. Так, сейчас я выберу какой-нибудь отрывок, который показательным является. Придя в ближайший город, лежавший за лесом, Заратустра нашел там множество народа, собравшегося на базарной площади, ибо ему обещано было зрелище – плясун на канате. И Заратустра говорит так народу «Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его? Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя. А вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться в состояние зверя, чем превзойти человека? Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем самым должен быть человек для сверхчеловека. И тем самым чем должен быть человек для сверхчеловека? Посмешищем или мучительным позором. Что делает здесь Заратустра? Он сравнивает. Сравнивает человека с одной стороны со зверем, а с другой стороны с неким сверхчеловеком. То есть это вот обычный прием Ницше. Он рисует такую шкалу. На одной части шкалы один концепт, на другой антагонистический ему концепт. И вот, а в так называемую золотую середину Аристотеля попадает человек в данном случае. То есть обычный человек. Тот, который является современником Ницше. И вот Заратустра говорит о том, что зверь, когда превосходил самого себя и превратился в человека, он участвовал как бы в великой такой эволюционной волне. Но вот возник человек, и человек как бы выключается из этой игры природы. Он больше не стремится превзойти себя. Человек самодоволен. Вот это основная мысль Ницше о том, что нужно что-то делать вот с этим самодовольством человека. И, соответственно, он призывает превозмочь это самодовольство и продолжить эволюционную волну от человека к некоему сверхчеловеку. То есть логика Ницше – это логика природы. Природа все время эволюционирует. Почему же человек решил, что эволюция на нем завершена? Так, впоследствии уже в антихристе и в антихристианских своих сочинениях Ницше расшифровывает вот эту формулу. Почему, на его взгляд, человек стал самодовольным? Благодаря христианскому гуманизму. Вот такая идея Ницше. На чем стоит христианский гуманизм? Христианский гуманизм стоит на том, что человек венец творения. Бог сотворил мир, и Бог сотворил человека, и как бы дал человеку мир в пользование. Такая идея Ницше. И вот человек возомнил себя центром вселенной. А на каком, собственно говоря, основании? Он успокоился, что нет ничего выше человека. И человек начал всматриваться в себя и культивировать то, что у него есть. То есть он остановился. Это такая статика. И вот Заратустра приходит на базарную площадь. Базарная площадь — это, видимо, символ современного мира, Ницше. Базарная площадь — это там, где торгуют. Торгуют словами. И ждут зрелища канатного плесуна. И вот приходит Заратустра, то есть сам Ницше, видимо, и говорит о том, что необходимо превозмочь человека. Иначе человек хуже обезьяны. Обезьяна стремится к человеку, а человек уже ни к чему не стремится. Ну вот такая идея. Я заклинаю вас, мои братья, оставайтесь верны Земле. Сверхчеловек — это смысл Земли. Пусть же ваша воля говорит, да будет сверхчеловек смыслом Земли. Не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах. Они отравители. Все равно знают они это или нет. Опять мы видим здесь шкалу. Земля и небо. И Ницше переворачивает ценности. То есть небо — это традиционно нечто, то, что выше Земли, и, соответственно, объекты устремления располагаются на небе. Но Ницше призывает обратить свой взор в Земле. Переворачивая вот эти ценности. Что такое небесные надежды? Ницше называет себя имморалистом. То есть он считает, что мораль, которую создали люди, — это некоторые иллюзии. Иллюзии, которые закрывают от них истину. Полезные иллюзии. Иллюзии, которые позволяют жить в мире. Но жизнь устроена как война, как борьба. И поэтому, если человек живет в мире и забывает о войне, о борьбе, он как бы выпадает в вымраченный такой мир. Мир, созданный человеком и, соответственно, противоположный природе и истине. Которая является основной целью для Ницше. В этом отношении он, конечно, философ. Потому что предмет философии — это истина. И Ницше проповедует движение к истине. Понимая ее, конечно, своеобразным образом. Вот, например, определение истины Ницше. Истина — это некий род заблуждений, без которых некоторые существа не могли бы существовать. Это такая революционная мысль по отношению к истине. Релятивизация истины, с одной стороны. А с другой стороны ее и морализация. В данном случае Ницше продолжает дело Канта. И, собственно говоря, его идею Канта о множестве миров. То есть, субъект может сконструировать. Отсюда берет начало из Канта. Берет начало конструктивизм. Социальный субъект. Не обязательно это индивидуальный субъект. И даже это не индивидуальный субъект. А коллективный, допустим, субъект или информационный субъект может сконструировать некую систему мировоззренническую. Это будет мир. Причем можно сконструировать противоположную систему. Как это и делает Ницше. Это тоже будет мир. И в том и в другом мире может освоиться человек. И для Канта это досадное обстоятельство, что люди могут разойтись по разным мирам. А в пределе превратиться в таких монад без окон. То есть, такие эгоистические существа, которые опираются только на свои интересы. И Кант проповедует, по сути, абсолютистскую этику. Он ищет универсалистские основания для человеческих поступков. Ницше называет Канта моральным фанатиком а-ля Руссо. То есть, он согласен, в принципе, с Кантом в том, что можно создать отдельные мироздания, миры, групп, например, в которых будут жить люди. Но Ницше не считает, что нужно, он считает, что возможно, но не нужно создавать некую универсальную этику. Я скажу чуть позже, почему так получилось. На взгляд биографов и вообще тех, кто думал о психологической и культурной детерминированности идеи Ницше, почему так получилось. Но Ницше, особенно поздний Ницше, приходит к идее неоднородности человечества. Он считает, что есть две расы. Раса рабов и раса господ. Чем они отличаются принципиально? Раса рабов — это люди несамостоятельного мышления, несамостоятельной воли. Это такие игрушки в руках социальных и культурных сил. Раса аристократическая, аристократов духа, раса господ — это те, кто может подняться над своими хотениями до своего желания. Вот разведем здесь хотение и желание. Желание — это то, что, в общем-то, даже противоречит комфорту телесному, то, что требует дисциплины. И желание порождено волей. А хотение порождены психикой — это то, что называется такими душевными отправлениями человеческого существа. Так вот, Митша интересует идею благородства. Он трактует идею благородства как подчинение дисциплине и выстраивание пути к идеалу, которым является осуществление воли. Собственной воли, которая совпадает с волей, ну, как бы такой эволюционной волной природы. Если это так, если человечество делится на две части, тогда возникает особая проблема. Как назвать эти две части человечества и, соответственно, как назвать эти нормативные идеалы человека. И вот мы видим, как он их называет. Книга, так говорил Заратустра, начинается с части первой, которая называется «Предисловие Заратустры». И есть подзаголовок. «О сверхчеловеке и о последнем человеке». Ну, вот Митша наметил вот эту шкалу. «Сверхчеловек и последний человек». И вот он дает определение человеку. Поистине человек — это грязный поток. Ну, давайте вдумаемся в это определение человека. Поистине человек — это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым. Через страницу мы встречаем следующее определение. Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком. Канат над пропастью. То есть вы видите, что это два разных определения человека. Это сверхчеловек и последний человек. Человек, вот тот, который есть, — это грязный поток. Почему грязный? Потому что располагается посредине, между чистотой и бездной грязи. И вот человек — это грязный поток. Таким образом, Ницше здесь критикует классический подход к человеку. Человек как социобиологическое такое существо. То есть состоящее из двух начал. Социального начала и биологического. Но чисто логически Ницше указывает на том, что это нечто смешанное, следовательно, грязное. Видите, как он играет оценками. Грязное ведь — это нечто плохое. Но смешанное — это и есть грязное. Стремиться нужно к чистоте, к чистому. Но как прийти к чистому? Нужно дойти до одной из крайностей. В данном случае в этой книге Ницше строит философию крайностей таких. Но прийти к крайности невозможно. Некий антоним на человека — это бог. Но Ницше почему-то не вводит вот этот нормативный идеал, что человек — это бог. Как это делает Фейербах, например. Человек человеку бог, говоря. Нормативный идеал — это сверхчеловек. Так что ж такое сверхчеловек? Если есть шкала «человек-бог» и «сверхчеловек» — это что, что-то среднее между... Это человека-бог какой-то или богочеловек? Ну вот моя интерпретация такая. Сверхчеловек — это путь. Это не точка. Сверхчеловек — это не что, а как. Давайте я еще раз акцентирую внимание на этой мысли. Не что, а как. Не что говорил Заратустра, а как говорил Заратустра. То есть один из ключей в названии книги в ее первом слове. В слове «как». Как — это о способе. Человек — это способ. Способ адаптации к миру. Вот что такое человек. И тогда понятно вот это определение. Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком. Канат над пропастью. То есть в человеке есть и животное, и сверхчеловеческое, пусть даже недостижимое. Так вот человек — это осознание вот этой вечной незавершенности своей, которая рождает неуспокойность. Ну вот чтобы подтвердить... Вот посмотрите, что он пишет. В человеке важно то, что он мост, а не цель. В человеке можно любить только то, что он переход и уничтожение. В человеке можно любить только то, что он переход и уничтожение. Как связаны переход и уничтожение? Ну, скажем так, прогресс и уничтожение. Давайте сделаем интерактивно эту лекцию, как всегда. Напишите свою версию. Какая связь существует между переходом и уничтожением? Вот понятие переход и понятие уничтожение. Какая связь? Собственно говоря, так я и предлагаю читать нитши. Брать два концепта, которые есть в одном предложении, и задавать вопрос, как. Как они связаны? То есть всю книгу, как говорил Заратустра, можно прочитать через вопрос, как связаны. Одно понятие и другое. Есть ли какая-то идея? Как связаны переход и уничтожение? Без перехода невозможно уничтожение. Без перехода невозможно уничтожение. Ну, давайте перевернем, как это делает нитши. Да, вот опять же, я еще раз акцентирую внимание на способе написания текста, на способе нитши. Он переворачивает все время, реверс осуществляет. Вот Юлия пишет, без перехода невозможно уничтожение. Если перевернуть, то без уничтожения невозможен переход. Видите смысл в таком утверждении? Без уничтожения невозможен переход. Переход к новому уничтожает старое в человеке. Ну, вот, собственно говоря, то, что вы пишете, Ван Зум, да? Переход к новому уничтожает старое в человеке. Денис Буслаев пишет, энергия уничтожения используется для перехода. И Сергей Кричко, для порождения нового нужно уничтожить старое. Ну, да. Вот, собственно говоря, такая расхожая мысль. Для перехода нужно уничтожить старое. Но Ницше акцентирует внимание на уничтожении в самом себе. И вот из банальности это превращается в какую-то загадку. Например, то, что нужно для того, чтобы, я не знаю, построить новый дом на месте старого, пришедшего в негодность. Старое сносится здание, а новое устраивается. Но что такое уничтожение себя для перехода? Это уже не такая банальная мысль. Ну, вот посмотрите, что он пишет. «Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, ибо идут они по мосту». То есть мост — это переход. Для того, чтобы осуществлен был переход, необходимо погибнуть. И одновременно же идти по мосту. Каким образом можно погибнуть и идти одновременно? Вот Ницше — мастер парадокса. Каким образом принцип уничтожения применить к самому себе? Напишите, у кого есть эта идея. Каким образом принцип уничтожения применить к самому себе? «Я люблю великих ненавистников, ибо они великие почитатели и стрелы желания другого берега». То есть, ну тут уже ответ есть, да, и все-таки. Каким образом обратить уничтожение на самого себя? Погибнуть для старого мира. Но что это значит? Что это значит? Дело в том, что вот эти метафоры нитшанские, они будут расшифровываться буквально. Они дадут основания для появления новых, даже новых стилей в искусстве. Каких-то прикладных идей, если хотите. Вот каково прикладное значение идеи погибнуть для старого мира и тем самым жить дальше. Смотрите, гибель является условием выживания. Что это значит конкретно? Погибнуть и тем самым выжить. Да, вот давайте. Такая формула получается. Тот, кто не умирает, тот умрет. Тот, кто умирает, тот выживет. Я люблю великих ненавистников, ибо они велики почитатели истревы желания другого мира. Ну вот, ненависть. Ненависть, которая обращена к самому себе. К чему в себе? Но к собственной сущности. К человеческому в человеке. Или, как называется одна из последних работ Миши, к слишком человеческому в человеке. Умереть, изменить способ прежнего мышления, мировоззрения, например, разрушить эго. Ну да. Например, так, но это вполне такой как бы аскетический христианский ход. Это называется в христианской теологии кенесис. Кенесис — умоление себя. Кенесис — это тот концепт, который применяется теологами по отношению к Богу, который пришел и был распят на кресте. Кенесис — умоление до человека, себя. У Ницше опять парадокс. Получается, что необходимо уничтожить в себе человеческое, чтобы высвободить сверхчеловеческое. Или, как он говорит, слишком человеческое. Вот это вот понятие «слишком человеческое» разделяет две концепции гуманизма. Максимальный гуманизм и минимальный гуманизм. Но прежде чем сказать, что это такое, я прошу вас ответить на следующий вопрос. Что такое «слишком человеческое» в человеке? Что является в человеке «слишком человеческим»? Это имеет отношение к сущности человека, а не просто к его каким-то акцидентальным свойствам. То есть те, которые можно убрать, а в сущности останется. Что в человеке «слишком человеческое»? Потому что нужно это убирать или не нужно, это другой вопрос. Но вот программа Ницше «разжечь презрение» к «слишком человеческому» в человеке, то есть себе. Что же это такое «слишком человеческое» в человеке? Человеческие слабости, разум. Разжечь презрение к собственным слабостям, как это предлагает Даша, это вполне такой платонический подход. Помните, я читал это вот в лекции, которая сегодня, кстати, будет вывешена в открытый доступ. Я читал в лекции о Платоне, что Платон создает агрегатную теорию души. И душа у Платона состоит из трех частей. Животной, разумной и средней части души. Так вот функция средней части души — разжигать гнев или ненависть. умной части души к животной части души. И если слишком человеческое — это слабости человеческие, да, душевные, тогда нужно акцентировать внимание на разумной части души, которая такую дисциплину установит. Ну вот я бы хотел опереться и на идею Юлии о том, что разум может быть представлен как слишком человеческое в человеке. Разум для рационалистов, вообще для, ну такой классический философский подход, что разум — это вот такой сальватор, спаситель для человека. В крайнем случае можно опереться на разум. Но похоже, что Ницше не рационалист. И разум тоже может быть причислен к слишком человеческому. Ну, немного биографических сведений. Ницше родился в протестантской семье, и он готовился стать протестантским пастором, как и его отец. И вот у Лютера мы, например, читаем «Разум — шлюха дьявола». Что такое? Что не так с разумом? Давайте посмотрим вот эту антирационалистическую линию, которая также будет усиливаться в современной неклассической философии, в частности, в философии постмодернизма. Напишите, кто понимает вот это выражение Лютера? «Разум — шлюха дьявола». Почему? Что не так с разумом? О чем говорит Лютер, когда так говорит? Что это за идея антирационалистов? Что разум — это нечто, что нужно превзойти, как бы сказал Ницше. Напишите. Есть идея насчет вот этого хейтинга разума? Хейтинга разумного начала, который, в общем-то, мы в изобилии встретим в текстах современной неклассической мысли. Ошибки мышления, заблуждения. Но это просвещенческая идея, что вот у разума есть идолы некоторые разумы. И вот их если изгнать, то сам по себе разум неплох. Но он запутывается, и вот ему нужно помочь. Разум приводит к ересям. Ну, думаю, Ницше это мало беспокоило. Рационально можно оправдать любое зло. Ну, давайте обопремся вот на это замечание. Не знаю, любой или не любой, но во всяком случае рационально можно оправдать зло. И вот что делает Ницше, например, вот этот его ход. Он вводит понятие добра и зла, а потом вдруг говорит, что он выступает на стороне зла. Ну, по сути, так получается. Почему? Почему можно выступить на стороне зла? Да потому что при определенном развороте зло перестает быть злом и становится добром. Но при очередном развороте то, что было добром, становится злом. Это какое-то вечное возвращение лжи. Вот Ницше, позднее Ницше, одержим идеей вечного возвращения и печалью по этому поводу. Как бы переход, окончательный переход от зла к добру невозможен. Все время возникает вот это переворачивание колеса. И получается, что мы все время находимся в какой-то иллюзии по поводу добра и зла. Эта мысль, видимо, мучает Ницше. Тогда ставится под сомнение вообще истина. Так вот, разум — это не тот инструмент, который способен различить добро и зло, хотя он сам же их и породил, эти понятия. Добро и зло. И поэтому Ницше вводит, вернее, пишет работу по ту сторону добра и зла. Ибо если считает он оперировать этими понятиями добро и зло, мы запутаемся. Добро предстанет злом, а зло предстанет добром. То, что вчера было добродетелю, сегодня станет грехом. А завтра то, что было грехом, станет добродетелю. Это какая-то дурная игра. И нужно сказать, что есть некоторые основания. Вот 20-й век, собственно говоря, показывает это. Что срок существования, например, истин, которые транслируют СМИ, даже ужасов там каких-нибудь или приятностей, но не длится более полгода-год. А потом как рукой снимает. Или вообще происходит переворачивание. И вот это обстоятельство, что все время происходит переворачивание, ну, пугает Ницше. И он пытается объяснить, почему же так происходит. И вот эта его знаменитая фраза «Бог умер» и добавочная к ней фраза «Это мы убили Бога» это попытка найти причину. Почему в круге вечного возвращения ценности переворачиваются. Как выскочить из этого колеса сансары? Как увидеть, ну, как должно вести себя на самом деле или быть благородным? Вот идея благородства не оставляет Ницше. Начиная с юности, когда произошел этот случай, когда его друзья усомнились в одном из таких подвигов древнего римляна, который спокойно держал руку над огнем. И тогда Ницше взял уголь и держал его в руке, и у него шрам на всю жизнь остался. Тем самым он пытался доказать, что возможно благородство. Благородство — нечто обратное прагматичности и расчетливости. Разум в эпоху просвещения связывают с расчетливостью. Так называемый калькулирующий разум. Ну, согласитесь, взять и держать уголь в руке для того, чтобы получить ожог — это нерасчетливо, непрагматично. Ну, я бы сказал, эстетично. Эстетично. Но Ницше предпочитает говорить благородно, аристократично. Так вот, Бог умер, мы убили Бога, означает, в частности, что больше нет ориентиров, таких универсальных ориентиров, на которые можно ориентировать, на которые можно было бы сориентировать свое поведение. Их нету, но они нужны. Что же делать, если их нету, и они нужны? Создать. Создать. Но кто их должен создать? Ну, вот каждый и должен создать. Но каждый, создавая ориентир для себя, может разойтись с ориентирами других людей. Это же очевидно. Но тогда люди — это какие-то субъекты, ведущие отдельные игры. Или как вот эта росхожая, пошлейшая фраза, каждый думает по-своему, у каждого свое мнение. Нет, Ницше далек был от этой пошлости, от этой подростковой пошлости, которая вот как поганки и грибы растет в речи людей. Людей отчаявшихся, индивидуализированных. Да? Или тех, кого Ницше называет последний человек, судя по всему. Каким же образом опираясь только на себя, это знаменитое картизианское доссе, опереться только на себя и создать нормативный идеал и не разойтись с другими людьми. Ну вот сложная задача. Во всяком случае, здесь чувствуется метафизический подход Ницше. Он, видимо, не знает, но верит, что если опереться на самого себя и отнюдь не только на разум, разум не исключается здесь, но отнюдь не только на разум опереться, а как бы на все существо, на жизнь, это философия жизни так называемая, вот на все витальные силы опереться и создать для себя норму поведения. И она каким-то образом совпадет с нормами поведения благородных людей или расы аристократии. Почему так? Ну, здесь он, я думаю, вполне метафизик, и он опирается на понятие, что есть некий общий, если не ориентир, то поток. Такой Элан Витал Бергсонг, как говорит Бергсонг, Элан Витал, или там, как бы сказали буддисты, поток такого сознания, общего сознания или общий волевой поток. Такая воля, не индивидуальная воля, а такая воля, которая воплощается в индивидуальных волях и осуществляет вот этот переход от одних форм жизни к другим формам жизни. Ну, и я посмотрю еще, что вы написали по поводу разума. Разумное для человека это безумие перед Богом. Разумное для человека это безумие перед Богом. А Бог, Ницше умер. Следовательно. Осталось только разумное. Вы ведете себя разумно. А разум это шлюха дьявола, как говорит Лютер. И только Бог вам возвращает ваше безумие. И как бы говорит, вот это разумное было безумно. И нужно отталкиваться теперь от этого как бы разумного для того, чтобы делать что-то другое. Но Бог умер. Вам больше не приходят телеграммы с того света. Вас больше не ориентируют. Как пишет поэт, рыдайте, дети, вы осиротели. Бог есть, пишут жители Маконда. Но есть только этот плакат, на котором написан Бог есть. И, следовательно, разум начинает обладевать всем. А у разума есть такая особенность. Он стремится к гиперконтролю. Разум, который остался без безумия, или без сообщения о том, что вот это ваше разумное действие, это безумие становится абсурдом. Вот из этой идеи Ницше растет философия абсурда Альбера Камю, например. Понимаете, вот давайте осмыслим вот этот момент. разуму не противопоставлено безумие, как мы различим, что хорошо, что плохо. И вот то, что представляется рациональным, на самом деле является безумным. Разум стремится к гиперконтролю, и, соответственно, за добро выдается, ну, например, полная транспарентность, полная прозрачность. То есть камеры везде. Вы видны со всех сторон, и камеры внутри вас. И все выводится на экран монитора, и машина еще все это обсчитывает, и выдает вам максимум. Вам нужно надеть сегодня вот это, и идти только сюда. И вы движетесь, как автомат. Это и есть деградация пониже. Деградация ниже зверя уже, или в сторону куда-то от зверя. Зверь превозмог себя, стал человеком, а человек, вместо того, чтобы превозмочь себя и стать сверхчеловеком, ушел куда-то в сторону, в прямоходящий автомат, или в звероподобный автомат. И обосновывает он это разумностью, рациональностью, прогрессом, научно-техническим прогрессом. Если Бога нет, то мы сами Боги, как говорит один из персонажей, вернее, как думает один из персонажей Достоевского. Но для Ницше очевидно, что мы не Боги. И поэтому вот эта его фраза Бога нет, она, собственно, сводит его с ума. Но не только она, у него было слабое здоровье, и в 1888 году он реально сошел с ума. И 12 лет он, ну, это по текстам видно, безумствует, подписываясь то распятый, то Дионис или Дионис. Ну, давайте посмотрим еще на текст, что он пишет. Вот посмотрите, целая страница, даже больше, состоит из, сейчас скажу, это очень интересно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать абзацев, начинающихся с одной фразы, такой риторический прием нагнетания. Я люблю. Я люблю тех, кто не ищет за звездами основания, чтобы погибнуть и сделаться жертвой, а приносит себя в жертву земле, чтобы земля некогда стала землей сверхчеловека. Я люблю тех, кто не ищет за звездами основания. Звезда это некий ориентир, цель. и вот есть те, кто воспринял идеал сердцем, например, и не ищет разумных оснований за звездой. Идет. Это похоже на веру. Так вот, Ницше как бы говорит, я люблю верующих, но верующих не в небо, а в землю. То есть опять он переворачивает. Верующих не в Бога, а в сверхчеловек, образ которого так и остается таинственным. Что это такое? Ну, опять же, я повторяю, на мой взгляд, сверхчеловек это не нечто определенное, а это способ. Способ как бы постоянно на гребне усилия находиться. Технически постоянно не только сомневаться, но и переворачивать то, что ты делаешь. Вот это переворачивание, оно есть вот здесь в обведении, когда он пишет о канатном плесуне. Вот этот образ переворачивания очень важный для Ницше. Вот, я думаю, во многом мы под воздействием этой книги Ницше в 20 веке такой немецко-американский философ Розеншток Хюсси и вообще вся эта плеяда диалогистов Розенцвейк, Бубер, Хюсси, некоторые из них, я сейчас не вспомню, кто точно, предпринимают перевод, новый перевод Библии и фразу о Боге «Я есть им сущий» они переводят следующим образом. Сравните, «Я есть им сущий», говорит Бог, это у какой-то статики, Бог говорит, что Бог говорит, что это сущий, что «Я есть им сущий». Они переводят «Я буду там, где вы меня не ждете». Видите резкую разницу между переводом «Я есть им сущий» и «Я буду там, где вы меня не ждете». В чем принципиальная разница? И это вам, но я привожу этот пример для того, чтобы иллюстрировать вот эту идею Ницше о сверхчеловеке как о способе. В чем разница? Ну, давайте я отвечу, если что вы уже тоже напишите. Видите, в первом случае это такая статика «Я есть мсущий», а во втором случае это динамика, да, движение. Я буду там, где вы меня не ждете. О чем это? Ну, вот вы, это Шестов потом писал об этом, Лев Шестов, который во многом, конечно, пропитан вот этими нишанскими идеями. Он писал, что вот теологи выдумали закон Бога, закон Божий, закон, который Бог не может нарушить. Но Шестов негодует по этому поводу. Бог своеволен, Бог свободен, он может нарушить любой закон. Но это непереносимая мысль, непереносимая, например, для Декарта и для Канта, которые говорят, Бог не играет с нами в прятки, Бог не играет с нами в кости, Он нас не обманывает. Так вот, Шестов говорит, таким образом они хотят схватить Бога за бороду. Всегда можно ждать чего угодно, вернее, всегда нужно ждать чего угодно вплоть до противоположного. На одно только нужно сориентироваться, на движение. Я буду там, где вы меня не ждете. Как только вы завязаете в истине, стоите как сыны света в истине и правде, так возникает опасность, что Бога там больше нет, что он где-то в другом месте. Но Ницше как радикал просто переворачивает в противоположном месте. Понимаете, это, конечно, не руководство к действию. Ницше не разрабатывает каких-то практических рекомендаций. Он же профессор, это книжник, книжный человек. Как бы говорит, ну, посмотрите, вот такой есть способ. Вот вы сейчас считаете, что это добро, переверните, превратите это в зло и всмотритесь. Так ли уж это? То, что вы считаете добром, действительно ли является добром, переверните. Нет, мы даже переворачивать не будем, мы уверены. Да вы в игровом модусе переверните и посмотрите. Может, оно так же хорошо оказывается для кого-то другого, например. Но этот другой не исчадие ада, это твой брат. И это заставляет, например, остановиться. Это заставляет, например, либо анализировать, разум подключить, либо как-то сопереживать, переживание подключить. Ну, вот я вижу так, эту рекомендацию Миша по переворачиванию ситуации. Переверните ситуацию, посмотрите, сходится или нет, что вот это то, что вы считали истинной и добром, действительно ли этим является. Потому что это важно. Важно, чтобы не ошибиться. Вот вам или нам всем такой от Ницше тест. Если вы хотите что-то сделать или считаете вот это хорошим, задайте себе вопрос. Взяли бы вы вот это, то, что вы считаете хорошим или то, что вы хотите сделать в круг вечного возвращения? То есть, представьте себе, что вам вечность вращаться в круге вечного возвращения. То есть, среди ситуаций, среди вещей, среди людей, которые будут вечно возвращаться. И вот возьмете ли вы туда, в этот круг вечного возвращения, вот это вещь, отношение, человека, дело. Знаете, такой аналог, пошел бы ты с ним в разведку или нет. Но что связано с риском? Но разве не рискованный риск взять в круг вечного возвращения что-либо и ошибиться? И тогда ты в этом кошмаре будешь вращаться все время. Ну, такой тест. Неплохой, кстати. Остановиться и посмотреть. Действительно, это то. И тогда уж, если это то, тебя уже не остановит ничего. Ты готов в это вложиться полностью всей душой. Вложиться в какое-либо дело всей душой это вообще идея фикс европейской философии, начиная с философии возрождения. Душа преисполненная чувств. Понимаете, до сих пор отцвет вот этого идеала лежит, хотя люди, конечно, ну, сильно потупели психически по сравнению с эпохой средних веков и возрождения. Но все-таки вот этот идеал жить полной жизнью, чувствовать всеми фибрами души и так далее. Вот этот идеал остается. Но как его осуществить? Вот это идеал и Ницше. В том числе, во всяком случае, он о нем заявляет об этом идеале. Как это сделать? Тоже очень простой ответ. Сами вы это сделать не сможете. Понимаете, это не благими намерениями, не походами в какой-нибудь духовный бизнес фитнес-центр обусловлено. Вот это жизнь, полная жизнь или душа преисполненная чувств. Нельзя там в духовном фитнес-центре это накачать, эти компетенции или просто пожелать. Знаете, глупейшая идея. Просто захоти этого. Ну, конечно. Как говорит Шопенгавер, вы можете делать все, что вы хотите, но можете ли вы хотеть того, что вы хотите? И все-таки как же? как же войти в состояние души преисполненной чувств, как говорит Кант? Или получить такую супервозможность, возможность жить полной жизнью? Ну вот, как вам такой ответ? Для этого нужно встретиться с истиной. Или это если повезет встретиться с истиной. и дам операциональное определение истины, которое не расходится с определением истины Ницше. И так напомню сначала определение истины Ницше. Истины это род заблуждений, без которых некоторые существа не могли бы жить. И вот вам операциональное определение истины для полноты жизни. истина это некая стена, от которой можно оттолкнуться в своем действии. И которая защищает тебя, защищает твои тылы, твои основания. Что ты отталкиваешься от того, отталкиваешься от того, от чего должно отталкиваться. И тебе не сказали и ты вот это и не вычислил ум и не поверил кому-то, а ты это переживаешь всем своим существом, что это та стена, от которой следует отталкиваться. И вот если ты имеешь такую стену, отталкиваешься, то ты, как пишет Ницше, как он пишет, стрелы желания другого берег. Видите, сколько динамических образов у Ницше. Стрелы желания другого берега. Но это вот в этом переводе, а в переводе с Васьяна, по-моему, это звучит стрелы тоски другого берега. Но я предпочитаю вот этот перевод Антоновского. Стрелы желания другого берега. Стрелы тоски это что-то пассивное в этом есть. Как-то стрелы тоски. тоска как-то пассивно настраивает, но желание желание влечет. И вот если ты отталкиваешься от стены или от тетивы истины, тогда эта стрела летит и аж звенит. Ну вот такая вот идея. И вот давайте еще что говорит Заратустра. Я люблю. Я люблю того, кто живет для познания и кто хочет познать для того, чтобы некогда жил сверхчеловек, ибо так хочет он своей гибели. То есть я люблю тех, кто живет для познания. Очень современная мысль для современной философии. Вот есть теория, по-моему, ну, это распространенная теория, ну, я с ней встречался в изводе чилийских таких нейробиологов Матурана и Варелы. Идея такая. Душа человека живет до тех пор, пока не запомнилась. То есть, ну, душа или психика или вот сознание. Подставьте сюда слово, которого вы не боитесь. Просто это на канале Архея будет демонстрироваться. И вот я уже предчувствую этих хейтеров, которые пишут, ну, вот, что это такое, разговоры о душе, это ненаучно и так далее. Успокойтесь. Подставьте сюда любое слово. Например, сознание, психика, хоть физиология. Так вот, идея следующая. Как бы у души есть определенный объем. И жизнь это познание. Питание, если хотите. мы питаемся образами информации, знания, это называется. То есть знания отличаются от информации тем, что информация переживается и превращается в опыт, в знание. так вот, душа имеет определенный объем. Знаете, ведь традиция говорит, великодушные люди, молодушные люди. Вот я опираюсь здесь на интуицию языка. Язык говорит о том, что у души есть определенный объем. И вот рождается ребенок, когда он становится более-менее сознательным для того, чтобы познавать. Посмотрите, какая бешеная энергия есть для познания у ребенка, любопытство. Потому что душа еще там много пустот. И она как бы втягивает в себя вот эти смыслы, вернее, вот эти образы, они там превращаются в смысл. И ребенок играет, действует. Но так как его оберегают от каких-то серьезных действий, то он играет. Но вот объем наполняется. Душа имеет некоторую способность растягиваться. Но разная гибкость души. И вот к какому-то времени душа заполнилась. Знаете, такой наступает, видимо, кризис середины жизни. Когда-то это было тем, кому под 40, а сейчас я... Ну, по моим расчетам, это где-то к 25 годам уже вот этот кризис середины жизни настигает большинство людей. какие симптомы? Вдруг куда-то исчезает любопытство. И как бы гаснет, мир как бы гаснет. И человек начинает как-то бурчать, негатив какой-то выражать. У него все забито, он все понимает. Он очень умный. Это ужасно. Понимаете? Это смерть. Если не дать умереть, возвращаемся к началу разговора, если не дать умереть части в себе и не освободить вот это пространство для нового метаболизма. То есть мы что-то впускаем в себя и на основании впущенного и переосмысленного производим какое-то действие, порождаем что-то в мире. И мир уже не прежний на нас наступает снова, а с результатами наших действий. И вот мы опять впускаем его в себя. И возникает вопрос, а как не умереть? Как не умереть для вот этого? Потому что смерть — это прекращение метаболизма в жизни. Такая философия жизни. Как не умереть? Ну, либо производить санацию, очистку, что возможно очень трудно затруднительно, мы вообще-то все помним, да? И особенно мы помним травматический опыт. Если, конечно, освоить техники сбрасывания, сбрасывания особенно травматического опыта, ну, это очень хорошие перспективы для жизни. Но вот Платин говорит, добрая душа забывчива. Удумайтесь, добрая душа забывчива. Все помним, ничего не простим. Забыть это даже не вытеснить из памяти, это простить, например. И там как бы вот это знание становится не таким плотным и не таким давящим и тянущим душ. но если вы не можете не прощать, вернее, не можете прощать, не можете осуществлять какие-то техники сброса негатива вот этого, то вы очень сильно рискуете, говорит Ницше. Он вводит понятие ressentiment или ressentiment. Вот в русской транскрипции ressentiment. Что такое ressentiment? ressentiment это типа заболевания такого. В человеческой душе, в человеческой памяти накапливаются итоги травматического опыта. Они как бы слеживаются там в такую шлаковую массу и очень тянут душ. Если пропустить момент, когда можно было их еще как-то размягчить, удалить, не значит там стать идиотом и все забыть, а значит ослабить давление негативное на душу, если этого не сделать до определенного момента, то дальше уже ничего сделать нельзя, говорит Нич. Все. Все, жизнь кончилась. Начинается период доживания. И человек как бы живет и не живет. Он уже просто вот с этим балластом ходит, с этим шлаком ходит. Сейчас я почитаю, что вы написали. Мне кажется, Ницше считал, что люди убили Бога, потому что он являлся укором их совести и являлся идеалом, к которому нужно стремиться. Но для человека это стремление слишком хлопотно. Ну, знаете, это распространенное обвинение людям в том, что они убили Бога, потому что им было очень хлопотно. Ну, что значит хлопотно? Вообще, как-то так убийства вроде не совершаются. Хлопотно убило. Это уж нужно быть каким-то исчадием ада. И тогда вроде все объясняется. Ну, просто очень-очень плохие испорченные люди взяли и избавились от хлопот, которые связаны вот с учетом того, что требует небо. Да? Ну, такие эгоисты расчетливые. Если бы это было то, если бы это сделали только эти люди. Я думаю, что Ницше как бы обвиняет, если он обвиняет в убийстве Бога людей, то гораздо больший круг субъектов, что он называется, не только тем, кому хлопотно инвестировать в абсолютное. Но всех тех, кого он называет последним человеком. Это вот разговор о последнем человеке, сейчас я к нему перейду. А пока еще немного о сверхчеловеке Ницше. Я люблю того, чья душа расходуется, кто не хочет благодарности и не оказывает ее, ибо они постоянно дарит и не хочет беречь себя. Ну, здесь мысль вроде бы расхожая, да? Что я люблю того, чья душа расходуется. То есть щедрых. Я люблю щедрых. Я люблю того, кто стыдится, когда счастливая игра выпадает на долю его. Я люблю того, кто стыдится, когда счастливая игра выпадает на долю его. Ну, счастливая игра, вероятно, это игра с выигрышем. И выигрыш выпадает. Но Заратустер говорит, что он любит того, кто стыдится этого. А что же стыдного выигрыша? Давайте почитаем дальше. И кто тогда спрашивает, неужели я игрок обманщик? Ибо он хочет гибели. Что такое игрок обманщик? Видимо, есть игра обман и игра в истину. Это очень важно. Это игровая концепция. и очень похоже, что Ницше вообще-то базируется на ценности игры. И эта ценность вообще для постмодернистской философии, например, которая, на мой взгляд, и не только, на мой взгляд, воспринята из философии Ницше. Игра. Но игра игре рознь. Есть так называемая счастливая игра. Игра обманная. И есть игра связанная с истиной. Ну, игра связанная с обманом, это понятно. То есть люди играют с закрытыми картами, в этом смысле они скрывают и, в общем-то, обманывают в этом отношении, то есть не показывают карты. Но что такое игра за истину или с истиной? Почему игра? ну, что такое игра? Посмотрите, игра это пространство, в котором действуют правила, и ты в этом пространстве не можешь погибнуть окончательно. Ну, как бы тебя, потому что это игра. Но игра за истину, говорит Ницше, это игра, когда хочет, человек хочет гибель, но истина не дает человеку погибнуть. И вот какая-то такая игра, когда он хочет гибель, то есть он готов. Тот, кто готов погибнуть, тот не погибает. Тот, кто не готов, тот погибает. Но это вот постоянная, вот эта парадоксальная мысль, вернее, парадоксальный язык Ницше. сейчас я прочитаю еще ваши комментарии и вот тогда переходим к последнему сюжету, вернее, второму, и он же один из задуманных сюжетов, это последний человек. Что же такое последний человек, которому противопоставляет Ницше не Бога, а сверхчеловек? Заратусто посмотрел на народ и умолк. Вот стоят они, говорил он в сердце своем, вот смеются они, они не понимают меня, моя речь не для этих ушей. Неужели нужно сперва разодрать им уши, чтобы научились они слушать глазами? Неужели надо греметь, как литавры и как проповедники покаяния? Или верят они только заикающемуся? У них есть нечто, чем гордятся они. Но как называют они то, что делает их гордыми? Они называют это культурой. Она отличает их от пастухов. Поэтому не любят они слышать о себе слово презрение. Буду же говорить я к их гордости. Буду же в существе. А это и есть последний человек. И так ответил Заракустра народу. Наступает время, когда человек поставит себе цель свою. Наступает время, когда человек посадит зерно высшей надежды своей. Его почва еще достаточно богата для этого. Но эта почва будет некогда бедной и бесплодной. И ни одно высокое дерево не будет больше расти на ней. горе приближается время, когда человек не пустит более стрелы желания своего выше человека. И тетива лука его разучится дрожать. Итак, последний человек противоположен сверхчеловеку тем, что он больше не пустит стрелы желания своего на тот берег. То есть человек, который будет доволен тем, что он из себя представляет, доволен своим положением. Или, как говорят американцы, coach potatoes, человек на диване. Такой карикатурный образ последнего человека, это такой человек на диване перед сериалом с чипсами. Как-то мой один французский коллега, когда он вошел в инстаграм, он сказал, вот, вот, теперь я знаю, где массово собираются последние люди. Я его спросил, а почему? Почему инстаграм является местом, где собираются последние люди? Он мне говорит, Андрей, ты видел, они фотографируют еду. Вот то, что они едят, они фотографируют и зачем-то выкладывают, чтобы на это смотрели. И они же смотрели или другие смотрели. Да, кстати, может быть, кто-то из вас найдет причину, почему люди фотографируют еду. Ну, я имею в виду вот этот случай, когда люди приходят в ресторан, им дали вот блюдо и прежде чем его поесть, они его фотографируют и выкладывают в инстаграм. Речь не идет о том, что там какие-то рецепты и вот как это можно оформить или выглядит, а вот люди фотографируют свою еду, потом ее поглощают. почему они это делают. Но интерпретацию можно дать следующую, не почему они это делают, а что делают, собственно говоря. Ну, в постмодернистской философии, повторяюсь, которая во многом стоит на идее Ницше, это называется самореферентный знак. Что такое самореферентный знак? Ну, вот представьте себе, вы смотрите на человека, ну, такой классический взгляд на человек. Вот вы смотрите на человека, и вам приходит в мысли то, что за ним стоит, за этим человеком. Что он из себя представляет? Какие-то свои мысли, устремления, желания, радость или горе, что за ним, какая-то история стоит. Это значит, вы видите символ. То есть, вот есть тело символа, так называемый, ну, внешность человека. И есть то, что за ним стоит, реально стоит. Ну, и вы верите в то, что стоит, и оно реально там стоит за ним. И это символический знак. Самый референтный знак, это знак, за которым ничего не стоит. Грубо говоря, человек есть то, что он ест. Интерпретация такая, люди выкладывают еду, показывая себя. Собственно говоря, человек есть то, что он ест. и поэтому престижную еду там, например, фотографирует. Вот, это я. По сути, когда человек такую ерунду выкладывает, он говорит, вот я, я ерунда. Ну, может быть, такая радикальная оценка, напишите свои возмущения, если что. Но я повторяю, выкладывая ерунду, человек говорит, я и есть ерунда. и не надо меня устраивает. Все норм. Знаете, вот эта вот расхожая фраза, когда спрашиваешь, ну, что ты, как ты к этому относишься? Норм. Самый референтный знак, за этим больше ничего не стоит. Это даже не отвяжись, это именно норм. Человек есть то, что он ест. Давайте прочитаю, что вы написали. Давид, культ потребления, выдавать свою жизнь как лакшери. Ну, вот это не противоречит тому, что я говорю. Это и есть жизнь, выходит, понимаете? Но можно же по-разному выдавать свою жизнь, как лакшери, например. Люди уже не фотографируют свои сундуки с золотом. Или там, я не знаю, еще какие-то знаки потребления. Еда, вот что важно. Понимаете, остается что там еще только, что там временное что-то. Еда же это нечто временное, да? Что свою постель фотографировать. Ну, хотя еда это круче, что называется. Дальше уже некуда. Ну, вообще много интересного с этой точки зрения. Такие пространства там, как Инстаграм. Не только я заметил, например, что цветы, постят, как правило, только женщины. Разного рода цветы, не только те, которые им подарили, те, которые не выросли, а вот просто фотографию цветов берут и постят. мужчины практически цветы не постят. Почему? Тоже. Я не буду отвечать на этот вопрос. Я думаю сейчас над этим. Тут есть какая-то гендерная специфика, но если у вас есть идеи, напишите, почему. Это современный человек. Трудно себе в средние века такое поведение представить. превращенная форма. Они видят в картине эстетическое качество. Оно и так эстетичное. Тут прямая форма, но превращенная форма. За этой эстетикой они видят еще что. Ну, вот моя идея, что они видят себя. Что вот этот торт и есть ты. Я сейчас вспомнил жуткий опыт в кондитерской. Я как-то зашел в кондитерскую, а там предлагалась такая услуга. Вот такая машина есть, и ты можешь принести фотографию, и тебе на торте глазурью воспроизведут фотографию. Ну, например, фотографию там любимой девушки. Представляете, торт, лицо любимой девушки, вы приходите, приносите торт, едите с ней же. Глазик любимой девушки или там любимой собачки или любимого мужчины. Глазик, ухо. Тут что-то есть инфернальное, согласитесь, да? И ничего люди заказывают. Торт в виде любимого медведя или человека. человека. Человек это торт. Почему нет? Ну, вот так описывает Ницше последнего человека. При этом этого человека еще не было, инстаграма еще не было. Вот это удивляет, то, что Ницше вроде не строит систему, не задается какими-то точными прогнозами, а чуть ли не на каждой странице, где открываешь, так говорил Заратустра, встречаешь современный мир. До сих пор вот это приходится осмыслять. Ну, давайте я, да. И вот, собственно говоря, резюмируя, резюмирую этот разговор о сверхчеловеке и последнем человеке, следующая идея. почему, собственно говоря, Ницше смог написать эти тексты. Ну, вот анализ, ну, герменевтический анализ, мой герменевтический анализ этой книги показывает, что Ницше осуждает мир, в котором он живет. При этом он надеется на какой-то другой мир. Ну, это, в общем-то, характерно для многих критически мыслящих людей. Но дальше начинается более интерес, небанальные ходы мысли Ницше. Он считает, что мир слишком здоров, что миру не хватает болезненности. Вернее, мир болен, но нужно не лечить мир, а как бы помочь развиться болезнью. Не спасать мир, не тянуть его обратно, а продвигать вперед. Почему он так считает? Ну, как вам такая идея простая? Потому что его собственная болезнь продвигается вперед. Понимаете, человек не сводится, конечно, к физиологии, к своему заболеванию, но это очень сильное давление. Он не может остановить свою болезнь. Она продвигается вперед. И он пытается представить это нормой в своих текстах. Что само по себе может быть интересно, но вот вредно или полезно, все-таки здесь нужно осторожнее посмотреть на этот совет, что ли, болезнь нужно не лечить, не возвращать в обратное состояние, а как бы дать ей развиться, пережить критический период и таким образом выйти из нее. Но там хорошо это или плохо уже вопрос праздный, потому что по этому пути по сути и пошла культура. Культура приняла крайне болезненные формы с этим уже про это не говорит только ленивый. Крайне болезненные формы и при этом ну как бы лечение, которое бы прописывала классическая культура, классическая философия, оно не прописывается. Есть там консервативные различные рецепты, но они скорее маргинальными. являются. Правда и авангардистские рецепты, то есть прорваться через эту болезнь куда-то в новый блистающий мир, они тоже несколько подугасла энергия авангардных решений. И вот сегодня человек стал грустненький. Вот на моем канале, у меня есть канал философ Андрей Макаров в Ютубе. Найдите и посмотрите, я там говорю на тему, почему современный человек грустненький. Потому что вообще-то попробованы разные средства для того, чтобы прорваться в какой-то новый мир, и все они оказались негодными. Или во всяком случае сильное подозрение, что они негодны. а новых идей на горизонте нет. Это какое-то такое безвремение. Как гласит мем, хотели быть космонавтами, а стали грустненькими. И никакой Илон Маск здесь не поможет. Это скорее какой-то рецепт 60-х годов, какой-то там космос прорваться. И удивительно, но Ницше вот это предвидел, вернее, это он видел, видимо. Но вот то, что его болезнь прогрессировала, а достаточно почитать его там последние письма, где он прямо уже говорит о том, что он бог, и это уже туши свет, ну, но это не ставит под сомнение вот тот текст, который он написал, потому что многое совпало, и этим-то он и интересен. Ну, а теперь я давайте перейду к вашим вопросам и попробую на них ответить. Так, сейчас я увеличу чат. Так, так, вопросы. Ну, пока там рассуждения, вот, сейчас там, вот, вопросы. где-то я видел. Вопрос. Так. Ван Зум спрашивает, Иванушка дурачок из русских сказок, искавший то, не знаю что, чем не прототип человека. Ну, это шутка какая-то. у Ниши сверхчеловек, конечно, ну, скажем так, не четко прописан, но уж никак это не тот субъект, который ищет. Понимаете? Ищет, ищет ведь тот, кто потерял что-то. Тот, кому чего-то недостаточно. Но Ниши говорит, человек это мост. Вот, по сути, последнего человека к сверхчеловеку. И не время искать что-либо на этом мосту, оборачиваться. Я так понимаю Ниши. Тот, кто оборачивается, превращается в соляной столб. Все время вперед, вперед и вперед. Ну, а сам Ниши вообще-то искал. Сам Ниши искал, ну, вот, если взять его взаимоотношения с женщинами, он не был женат, но явно он искал. И поэтому, когда вот он встретился с русской аристократкой Уссо Ламе, ему показалось, что он нашел то, что искал. Это не просто блондинка какая-то, это красивая женщина и умная. но вы знаете чем закончилась эта история? Какой-то Пауль Ре перешел ему дорогу, его ученик помоложе, но там как бы интеллекты рядом не стояло. Это, конечно, жестокое разочарование было Ниши. Как же так получается? Вроде бы же она должна понимать Лу, а она не понимает. это еще одно горькое разочарование. И когда он уже с ума сошел, он писал, например, письма жене Вагнера, что он ее любит и вообще считал, что он ее муж. Видите, он искал, но Ницше вряд ли себя считал сверхчеловеком. Сверхчеловек это все-таки какой-то нормативный идеал, если вообще не художественный образ. Покой это опасная вещь, к нему тянет мещанство все мелкобуржуазное в нашей душе, главное не засыпать духовно, так говорил Тарковский. Да, так говорил Тарковский, так говорил Ницше. Опять же, те, кто будет писать комментарии, а что же нового такого вы сказали о Ницше, или что нового такого сказал Ницше. Ницше достаточно оригинален, но это такая очень интересная оригинальность, которая идет рука об руку с банальностью. Вот у меня также есть небольшое выступление, которое я построил вокруг одной фразы Ницше. Вот послушайте, Ницше приводит поговорку по сути, но это банальность, сейчас то, что я скажу, будет банально, но посмотрите, как банальность может быть интересной. Беременной можно быть только своим ребенком. Привет, Кэп. Беременной можно быть только своим ребенком, но это только затравка. О чем это? О чем это? Беременной можно быть только своим ребенком. Напишите. Потом я дам интерпретацию. Как умело Ницше использует банальности, поговорки, почти тавтологии. Разве не эту идею Ницше вложил в понятие последнего человека? Так, какую эту? Мне кажется, Ницше считал, что люди убили Бога, потому что он являлся укором их совести, но это я уже прокомментировал. Не считаете ли вы, что Ницше считал виновным в последнем человеке государство, которое лжет о добре и зле на всех языках, ведь оно навесило меч и навязало сотни желаний? Да нет, я так не считаю. Как то государство как жупил Ницше не рассматривает. Но это какой-то инфантилизм, я думаю, считать, что государство ужжет о добре и зле на всех языках и навесило сотни желаний на человек. Государство навесило сотни желаний. А что мало других субъектов, которые навешивают сотни желаний, например, реклама или это что, тождец на государство, ситуация сложная. То есть много различных субъектов, которые атакуют человеческое существо не его волей и не его желанием. Или предложением ему поведения, такого поведения, которое не соответствует ни его воле, ни его желания. Они формируют, эти субъекты формируют хотения, которые закрывают от человека его желания, некие истинные хотения. Формируют хотения, и человек действует на этих хотения. Ну, наверное, и государства здесь являются такими субъектами, но мир переполнен такими субъектами. И что толку указывать на них пальцем? Ницше как раз, его Заратустра обращается к человеку, и в данном случае Ницше не революционер какой-то. Я имею в виду, социальная революция Ницше вряд ли привлекает, и вообще здесь его философию особо не притянешь. Социальная революция. А вот культурный авангардизм, ну, это присутствует. Как вам такая формулировка? Истина — это возможность волевым актам осознать свои заблуждения. Возможность. Истина — это возможность волевым актам осознать свои заблуждения и освобождаться от них, приходя к новым, и в этой парадоксальной возможности. Но то, что вы описываете, это воля к истине, может быть, вот так нужно назвать. Воля к истине. Но видите, различие между понятием воля к истине и, собственно, сама истина. Это различие как стрела и цель, в которую стрела летит. Или как полет, если стрела — это спереди, да, как полет ядра катапульты. Катапульты — это то, что выпустило ядро, и ядро летит. Так что это не одно и то же. Воля к власти, вернее, воля к истине и истина. Собственно говоря, истина есть власти, воля к власти — это и есть воля к истине. Но это же прямые цитаты из «Так говорил Заратустер. Вопрос о государстве». Да, конечно. Речь идет о том, что, конечно, и этот вопрос не обошел Ницше. Но делать из этого центральный сюжет, я думаю, это ошибка. Центральный сюжет, что вот как бы есть такая мишень государства. И если там все исправить, то все будет шоковать. Нет, там таких выводов сделать нельзя, на мой взгляд. Только своим ребенком. Ну, есть интерпретация уже фразы Ницше. Быть беременным можно только своим ребенком. Только своим ребенком в смысле за тебя никто не сможет осуществить превращение, процедуру переворачивания. Но другого ответственность нельзя перевожить. Да, да, я думаю, это так. Беременным можно быть своим ребенком. Это означает, что то, что твое, ты родил. Это же не только, это же не о рождении физических детей, да, это о рождении идей. То ты можешь назвать только своим то, что ты родил. Не породил даже, а родил. То есть то, что идея вошла в тебя. Ты переспал с идеей или переспала с идеей. Она завязалась в некий плод. В некий концепт или концепцию. Рождество расцвела. И пришло время родить действия. И вот рожденное это и есть твой ребенок. Но можно же впустить в себя уже готовую, готовую модель поведения, да, и не рожать. А тогда тобой, ну, некое суррогатное тело, тобой рожают какое-то действие. Поэтому я согласен с тем, что Юлия пишет, что быть беременным своим ребенком, то есть родить можно только своего ребенка. И свое это то, что ты рождаешь. А иначе это нельзя назвать своим в полном смысле слова. Незаконнорожденные идеи – это бастарды. Ну, мне не ясно, что такое незаконнорожденные идеи. Я эту метафору не понимаю. Вот у Антонена Арто есть такое выражение. Мир полон абортированных существ. Что это значит? Он очень чувствительным человеком был. Антонена Арто – это автор театра жестокости. Концепции театра жестокости. Вот смотрите, вы начали что-то думать, но вы не додумали. Вы не сформулировали. И вы это уже сказали, сделали. Антонена Арто говорит, это абортированное существо. Оно нежизнеспособное. Вы сказали, сделали, но все очень косо. И вы вообще не оказали влияния. Вы хотели оказать этим влияние, но вы не оказали влияния. Это аборт. И Антонена Арто говорит следующее. Что же это делают люди? Почему они недонашивают? Недонашивают идеи. А вот что такое незаконорожденные идеи? Может быть, идеи, которые неуместны? Ну, тогда книга Ницше – это незаконорожденные идеи. Эти идеи не были уместны. Вы знаете, что эти книги не раскупались. Это очень огорчало Ницше. Хотя он говорил, что через несколько лет мои книги будут расходиться огромными тиражами. Но они не расходились. Ну вот, какие-то незаконорожденные дети. Но это твои дети. Они, может быть, неуместные. Но это твои дети. И из этих бастардов, как там пишет Марина Цветаева, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. И они превратятся из гадких утят в лебедей. Или не превратятся. Тогда это были недоношенные идеи и концепции. Ты рождаешь свое знание. Твой ребенок – это твое рожденное знание. Ну, знание и действие. Действие. Как слово, так и дело, может быть. Ну, вот я думаю, два типа таких ребенок, как мальчик и девочка. Слово и дело. Растопуйте, пожалуйста, что вкладывает Ницше в понятие «само». В каком контексте? Просто непонятно. В каком контексте в понятие «само». «само», то, что имеет причиной, видимо, в любом случае логически, «само», то, что имеет причиной, то, что опирается… А, если «как опереться на самого себя?» «само» – это когда ты опираешься на то, что есть в тебе и является частью тебя, причем существенной частью тебя. Вот, например, «как опереться на самого себя?» «Как вынуть самого себя за волосы из болот?» Я думаю, в любом случае, эта операция предполагает предварительное расщепление, разделение целого на части и воздействие одной части на другую. Ну, вот чисто логически это так. Реплика. В современном социуме учат не методом порождения знаний, а напихивают информацией. Поэтому люди угасают. Вопрос. Как встретиться с истиной понише? Какие рычаги к сверхчеловеку? Ну, вот, читайте, так говорил Заратустра, «как встретиться» здесь есть, но вот где встретиться здесь нету, потому что это некое условное пространство. И здесь огромное количество ответов «как встретиться с истиной?» Ну, один из них, да, «как встретиться с истиной?» Первое, видимо, что нужно сделать, это задаться вопросом. Что есть истина? Когда вы отвечаете на этот вопрос, что есть истина, далее следующий вопрос, например, например, если истина — это, в частности, энергия для вашего действия, направленного, тогда следующий вопрос — где? Где с ней можно встретиться? При каких обстоятельствах? При каких условиях? Где живет истина? Может так оказаться, что в самом тебе, если ты опираешься на идею Декарта, эгологии такой, опереться на самого себя. Собственно говоря, ответ на этот вопрос — это философия. Вся философия, вся история философии, потому что предметом философии является истина. Соответственно, предметное поле — это серия вопросов. Что есть истина, где с ней встретиться, как она действует, каковы последствия. Так что это так вот сходу, как бы, слава богу, ответ не дашь. Почему слава богу? Понимаете, если бы кто-то мог сказать, где встретиться с истиной, ну, это... Ну, началась бы черная пятница. Все бы побежали за так, как встретиться с истиной и войти в правильную игру, что называется. Или быть счастливым. Придется все-таки поискать. Ну, и опять же, согласно вот этому подходу, как истина, видимо, так же, как и сверхчеловек, это есть путь, процесс. Вот говорят, смысл жизни. Но смысл жизни — это, скорее всего, серия смыслов, которые необходимо конструировать, обнаруживать для того, чтобы жизнь, например, если полноценная жизнь, таковой и была постоянно. Поэтому это вот... Даже не поиск, а, как бы сказать, усилия. Ну, если хотите, усилия по конструированию, усилия по обнаружению. Ну, я не исключаю, что, как бы, может, как с Павлом случится по пути в Дамаск, вас истина сама настигнет. Но будет ли... Будете ли вы при этом счастливы? Это вопрос, на который нет ответа у меня. Вот. Так, ну давайте я на последний вопрос отвечу, если он есть. Ну, такой простой вопрос и простой ответ. Как вы считаете, в воле власти написано Ницше или сестрой Ницше? Не знаю. Может быть, это неожиданно, но я думаю, нужно так отвечать. Нужно отвечать правду. Я отвечаю правду. Я не знаю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова